Супротек. Генеральный партнер народного автомобильного журнала. Отечественные мопеды в 80-е годы достигли пика популярности. Рига 13. Типичный представитель этого класса. Сегодня мы ее протестируем. Но сначала немного истории. Рижский мотозавод был основан в далеком 1927 году как компания дорожных велосипедов. После Великой Отечественной войны он получил новое имя Саркана Звайгзнет. То есть Красная Звезда. И в 50-е здесь начали выпускать малокубатурную технику. В первую очередь мопеды. Которые, учитывая климат Прибалтики, использовались почти круглый год. Вскоре латышские мопеды оказались востребованными по всей стране. Рига 13 сошла с конвейера в 83-м и стала чемпионкой по продажам. С виду она напоминает тяжелый велосипед, трубчатая рама руля-педали. Зато положение бензобака спереди, как у мотоцикла. Он весьма объемный, на 5,5 литров. Вилка телескопическая, на ней закреплена фара. Эти мопеды раскрашивали в два цвета. И наш экземпляр не исключение. Рама синяя, бак и крылья белые. Колеса большие, 19-дюймовые, тормоза барабанные. Выхлопная труба снабжена длинным глушителем. Сзади небольшой багажник для перевозки грузов. На самые первые модели 13-й ставили маленькие двигатели D6. Здесь он именно такой. Карбюратор надноцилиндровый, двухтактный, с рабочим объемом 45,5 кубиков. Его мощность равна одной лошадиной силе. С такими характеристиками не нужны были ни права на вождение, ни регистрация в ГАИ. Заводим мотор. Схема простая. Выжимаем сцепление, крутим педали. Учитывая, что скорость одна, подгазовываем и трогаемся с места. Да, движется она поначалу тяжеловато. Я ведь все-таки не маленький, но в случае чего можно и самому помочь. Максимальная скорость до 50 км в час, а больше и не нужно. Центр тяжести высокий. Чтобы правильно маневрировать, требуется сноровка. Передняя вилка с амортизаторами, а задняя подвеска без них. Поэтому на ухабах трясет. Не спасает даже сиденья с пружинами. А вот по асфальту идет достаточно мягко. Расход топлива очень маленький. Но если оно все-таки кончится, всегда можно дотянуть на педали. Это техника была настоящей палочкой-выручалочкой и в городе, и на селе. Она решала проблему нескольких километров. Пешком долго на велосипеде тяжело. Дешевизна, доступность и отсутствие проблем с правами регистрации. Вот секрет массовости мопеда. Многие экземпляры до сих пор в рабочем состоянии и будут на ходу еще очень долго. Лишь бы были запчасти. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...